Встретил подписчика в автобусе, правда? Зеленка ездит? Нет, зеленка ездит в команде. Мир. Мир, да? Мир, да. Здорово. Классно, да? Все время. Ботанический сад. Памятник унитазу. ВДНХ. Кстати, Москва судилась за это название, и теперь они ВДНХ Экспо. Встретил подписчиков. А как зовут, ребят? Альмир. Альмир? Привет. Тимур, Альмир, привет вам большое. Смотрите себя в ТикТоке. Встретил подписчиков в Зеленой Роще. Здесь что, гуляете, что ли? Да, да. Такую жару. Вот я вот тенечко ищу, короче. А вы прямо на солнце, да? Ладно, все хорошего. Давайте, ребята. Спасибо, до свидания. Все, давайте. Там, короче, Лимонарий, но туда мне лень идти, там очень далеко идти. Если у тебя в Мохито закончился лайм, значит тебе в Уфимский Лимонарий. Филиал нефтяного института. Подойди к 16-й школе. Окей. Сразу челлендж для всех, кто учится в 16-й школе. Отметьте всех, кто учился или... Отметьте всех, кто сейчас учится и учился в 16-й школе. Слабо. Я уже направляюсь к вам. Вижу сквозь деревья 16-ю школу. Белая ладья. Шахматный турнир, который всегда проходил в 16-й школе. И я был там с 95-го по 2000-е года почти каждый месяц в этой школе. Прикольно, перилы из камня. А, и да, у меня первый разряд по шахматам. Та-дам! 16-я школа. Зеленая роща. Сейчас найдем вход. Надеюсь, она открыта. Несмотря на каникулы. Но я вижу, здесь один замочек висит уже закрыто. Странно, почему-то стали закрывать территорию школы. Почему бы не погулять на территории школы, спрашивается, да? Здесь дом, смотрите, с башнями. Башни такие. Будто бы там живет какая-нибудь рапунцель, принцесса, да? Классно, да? Будто в замке. Селфи на фоне 16-й школы. Да, я нашел, да, я нашел открытые ворота. Значит, мы идем к вам. Где-то здесь был вход раньше. Сейчас, в подвал. А, или вон там, вон там был вход. Вот здесь был вход. Вот это флешбэйки я ловлю. Прикиньте, я здесь в последний раз был. Я не помню, когда. Закрыто, нет? Закрыто. Да, вот здесь я ждал, когда побеждал в партиях. Там, короче, сам... Чук-чук-чук. Ну, вон там был зал. Потом, после игры, мы шли обычно в столовую. Здесь рядышком находится столовая нефтяного университета. И там, я помню, пирожки с котлетами кушал. А вот и центральный вход. Школы номер 16. Последний звонок. Плакат. Не вижу таблички, что это школа номер 16. Но это правда школа номер 16. До свидания, школа. Байкеры. А? Во! Красота! Ну, и какой-то странный гараж. И кто-то кидал чернилами в стену. Это, видимо, спортзал. Зеленка. И это не та зеленка, которая продается в аптеке. Это район. Это район Зеленая Роща. Место, где лесной массив пересекается с закрытыми заводами. 200 тысяч лайков, и я заберусь на самый верх. Зеленая Роща. Остановка. В зеленке до сих пор ездят трамваи. Зеленая Роща. Всем привет. Меня зовут Артур Сафин. И сегодня я расскажу вам легенду об улице Суньяцена. Суньяцена. Революционер. Бывший президент Китайской Республики. Получил звание отец нации. Говорят, питьевая. Ветхие дома. Отсутствие дороги. Просто свалка мусора. И опять ветхие дома. Туда я вообще боюсь идти. Собственно говоря, в чем же состоит легенда? В 2016 году в Уфе состоялся саммит Шосс и Брикс. И делегации из Китая решили посмотреть улицу, названную в честь их национального героя. Но, зная состояние этой улицы, власти Уфы приняли решение. Они на один день переименовали улицу и отвезли делегацию в более благоустроенный район, где был нормальный дом. Улица Асуньяцена. Знаменитая гора Еремель. Не имеет ничего общего с этим Терция. Знаменитый Аркаим. Тоже не имеет ничего общего с этим Терция. В зеленой роще все располагается на горах, на сопках. Выше, ниже, вверх, вниз. Сейчас я иду вверх. До этого шел вниз, до этого вверх. И мне идти вон туда вверх. Дом молитвы для всех народов. Но я туда боюсь ходить. Ходят слухи, что это секта. Самая узкая улочка с шикарным видом из окна. Друг на друга. Стены. Куда у тебя вид выходит из окна? На дом. О, финские, финские видовые квартиры, да? Ух ты, это же карликовая береза. Селфи с карликовой березой. Артур Сафин, подойди к школе 119. Хорошо, я это сделаю, но вы должны будете подписаться. Все ученики из 119 школы. А там что за купол? Купол, видите купол? Вот она. Этот ларек закрывает ее. Вот она. Это типа рябина пальма, да? Ры и школьный двор. Вот с тенечком тут у вас точно проблемы, потому что такая жара. Жара, спрятаться негде. Алга, в Афгатстан. Школа номер 119. Раньше в этой школе был шахматный кружок, и там вела преподаватель Татьяна Николаевна. Я у нее очень много лет занимался, с самого раннего возраста. И если, ребята, вы ее увидите, если вы знаете, кто это, передайте ей большой-большой привет. Я ее очень давно не видел. О, уже 31 год получается в школе. Всем привет, меня зовут Артур Сафин. И сегодня я расскажу вам историю о карстовых породах Уфы. Обратите внимание на эти два здания. Смотрите, внимательно смотрите. Так вот, раньше это было одно здание. Но здесь был карстовый разлом. И здание треснуло пополам. Представляете, да? Это здание было мегаматрицей называлось. И его, и это здание пришлось разделить на две части. А раньше вот так вот оно было. Пойдемте подойдем ближе, посмотрим, что же там. Ну, собственно, самого разлома здесь не видно. Видимо, просто пошла трещина и скос земли. Зеленки настолько безопасны, что машины оставляются открытыми дверями. Из-за карстовых пород в Уфе нельзя строить небоскребы. Мы не можем построить метро в городе. Также у нас 20 лет уже строится туннель. О нем я тоже скоро расскажу. А несколько лет назад бесследно провалилась и исчезла бесследно. Просто машина-калина. Представляете? Если мы наберем 100 тысяч лайков на этом видео, то я поеду туда и расскажу вам эту историю, покажу эти провалы. Вот тоже, походу, из-за карста разломы. Раб коров. В Уфе прекрасно помнят великую битву, где коровы захватили человечество и сделали людей рабами. Так появилось название улицы Раб коров. А вон там, в дороге, на улице Софьи Киревской, в пересечении улицы Авроры находится школа МВД. Но это уже совсем другая история. Теперь выдвигаюсь из зеленки. Короче, поехал на планету. Там уже ждет саман. Так что, ребята, кто там близко, мы будем на крыше пока первый день. Крыша планеты. Чуть не сдох в автобусе. Жара такая. Еще они должны вроде кондиционеры включать. Там ни одно окно, короче, не открывается. Такая жара. Ну, прибавьтесь. Я, да, я на планете. Планета, жди. Жди видосов. Трэш впереди. Давайте, давайте, а ну-ка раскружить. Давай-давай, сильно. Ну, сильнее давайте, ну. Суперите, держись нормально, пожалуйста. Чувашка. Быстрее, быстрее, быстрее. Суперяйся, пожалуйста. Еще какой-нибудь скажите. А что за тренд вы снимали? Мы просто типа по песне, что-то всех удивляют, почему пьян. Всех удивляют, почему пьян. Ну-ка, почему я опять. Короче, снимали они, а в рек попаду я. Пожалуйста, не надо этого никуда выкладывать просто. В рек нет снег. В рек. Не надо, пожалуйста. Ждите себя в рек. Не надо, пожалуйста. Выкладывайте его с муля. Ребята, смотрите, кого я встретил на планете. Это же Сама. Ну, знали его, да? Знали. Салам всем. Да, ребята, смотрите. С каждым лайком, короче, у него рука выздоравливает. Чем больше лайков, тем больше здоровья в руке, короче. Вот скажи, видишь, вот сзади он там вот, короче, стоит. Сколько этажей в этой двадцати этажке? Двадцать этажов. Худшее мужское имя? Эдик, наверное, блядь. Эдик, Эдик, я не знаю. Какой самый худший район Уфы? Черниковка, я не знаю, где просто. Ты не была ни разу в Черниковке? Была, была. Ну, как бы мой дом, наверное, я не знаю. Нет, мой дом крутой. Что я могу сказать? Худшее женское имя? Аэлита. Пошел нахуй, блядь, забить просто. Ты тебя пошутил. Сейчас меня ударят. Лучший район Уфы. Затон. Не удивлена. Кто написал произведение Муму? Евгений. Ой, Евгений, блядь. Я хотел ответить. Я говорила, мы поснимали, я говорила. Как пишется аббревиатура? Аббревиатура. Правильно? Е. А потом проверим. Саман, потише делай. Вопрос из географии. Есть страны СНГ? Как расшифровывается СНГ? Как, как? Соединенные? Штаты Америки, да? Я вообще не знаю. Я говорю, ты любишь? Что такое Рэмбо? Рэмбо это из фильма Швакс Ниггер. Ниггер. Ай хейт ниггса, ай хейт ниггса, ай хейт ниггса. Ну в ушах у тебя. А, пи, 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 японая барабанка. 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 Барабанка, да? Барабашка. Барабашка. Сейчас узнаем, сейчас узнаем у жителей нашей базы, почему они не хотят вакцинироваться. Почему ты не хочешь делать вакцину? Не знаю. Я ребенок мой, поэтому я мешаю вообще. Тихо, тихо. Почему ты не хочешь делать вакцину? Некому, зомби уже на нас напали, апокалипсис уже наступил. В общем, сейчас все перекрыли, короче. Блять, нужно было делать раньше, а лучше не делайте. Почему, почему ты не хочешь делать вакцину? Потому что я не болею коронавирусом. Почему тут коронавирус? Там зомби на нас нападают вообще, что ли, а? Зомби-апокалипсис. Что? Ну, почему-то вакцину только делать, если зомби-апокалипсис. Так, чтобы зомби не стать. Чтобы тебя укусили, ты не стал зомби. Почему тебе я не сделала вакцину? Ну, потому что не сделала. Так, мам, ну, потому что это судьба решила, не знаю. Ты мне покажи, как снимать, что надо делать. Да, да, я уже начинаю понимать, чуть-чуть обнимаю. Где ничем? Давай, давай, еще раз. Давай, 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 заново речь, давай. Да, давай, выложим. Да, давай, что ты, бля, кринж что ли, нахуй, свалил? Все что ли, нахуй? Кринжуешься? Человек кринж, нахуй. А я знаю, что с твоей рукой случилось, на самом деле. Человек кринж, нахуй, 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 нахуй. Это же Артур Цапин, подождите, Артур Цапин. Из тиктока можно с вами сфоткаться. Тик, пожалуйста, сфоткаться. Короче, он думает, это смешно. Он еще чуть-чуть с качели не упал, да. Он думает, что это смешно. Ну, блин, это реально смешно. И уже полчаса мы здесь сидим, ему полчаса орет. Это же Артур Цапин. Бабуля моя подписчица вам прошла, да? Да, поднимнула, как она. Я не думал, что прям вот буду сидеть с самим. Не Роберт Мухой, да, с Артуром Цапин. Ё-моё, я вообще в шоке. Сам Артур Цапин. Мне стремно с ним сидеть. Врет. О, небо голубое. Оттуда, оттуда покричи. Оттуда покричи. Иди. Не близко со мной. Как уйти отсюда? Сам Артур Цапин там. Можно, пожалуйста, подниматься? Артур Цапин. Иди вам по рации этой, скажи. Я потерял Артура Цапин. Просьба найтись. Да, до свидания. Да, сейчас, пожалуйста, ты должен обыскать. Уже подышал. А мелко. Четырестра. Четырестра. А Алито, кончик, без святого просит. А ну, померкется. Артур Цапин там. Ты меня снимаешь. Да, Артур Цапин? Да. Ты чё? Где? Где молодец, который? Я и Артур Цапин. Ты должен уходить, трёхка. Сам Артур Цапин. Тик-Ток, это же вы, да? Вы тот самый тик-токер, который уфимский Артур Цапин. Само Уфимский Цапин. Кто? Кто? Он так и не ушёл. Вау, кто же это? Это Турцов. Это Тошка. Это Тошкир Цапин. Мы смотрим ваши тик-токи. Стрейдом подписчиков, да? Смотрят, говорят, тик-токи. А как зовут, ребят? Даня. У меня Степуля. Даня, Степуля. Давай. Давайте. Всё хорошего вам, ребята. Классно то, что подошли. Здорово. Давай-давай. Сфотканься. Отлично. Вот встретил подписчицу вместе с родителями, да? Да. Как зовут? Динара. Динара. Смотри себя в тик-токе. Большое привет. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Танцуй, если знаешь эти треки. Моя дикая Кашандра, игривая подраза, отмевала разум, упевала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями. Сердцевой взгляд смотрит в небо, ждёт ответа. Душа не верит в то, что нету. И нет нового дулью, в кармане улют. Кей! Это не светит, маржа не машет, котя не катит. Люба не любит, света не светит, маржа не машет, котя не катит.